Друзья, всем привет! С вами Юлия и канал Kitchen Lab. Сегодня мы приготовим очень вкусный пирог с творогом, королевскую ватрушку. Или, как по-другому ее еще называют, королевский яблочный пирог. Поверьте, это один из самых лучших рецептов творожной выпечки. А сочетание нежного творога, спелых яблок и персиков покорит даже самых требовательных ценителей кулинарного искусства. А готовить пирог совсем не сложно. Ну что ж, приступим. Форму для выпечки лучше застелить силиконизированным пергаментом, а также смазать сливочным маслом и щедро присыпать сахаром. Яблоки очищаем, удаляем сердцевину и нарезаем небольшими кубиками. Из персиков удаляем косточку, шкурку можно не снимать. Их также нарезаем небольшими кубиками. В качестве начинки также можно использовать груши, сливы, абрикосы и изюм. Словом, все, что вы любите. Ставим сковороду на средний огонь. Высыпаем 40 г сахара и ждем, когда он начнет плавиться. Когда большая часть сахара растает и приобретет карамельный цвет, аккуратно перемешиваем его силиконовой лопаткой. Когда весь сахар растает, включаем минимальный нагрев и добавляем 30 г сливочного масла. Выкладываем яблоки с персиками. Аккуратно перемешиваем, стараясь, чтобы каждый кусочек фруктов покрылся карамелью. Как только вся жидкость испарится, выключаем нагрев и убираем начинку с плиты. Пока фрукты остывают, приготовим крошку. К муке добавляем щепотку соли, 40 г сахара и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем. Затем к муке отправляем сливочное масло. Соединяем ингредиенты. В итоге должна получиться рассыпчатая крошка. Если какие-то кусочки теста у вас оказались немного крупнее остальных, ничего страшного. Убираем тесто в холодильник на 10-15 минут. В миску выкладываем творог, 30 г сахара и среднее яйцо. Все ингредиенты можно пробить блендером до однородности. А можно, как я, перемешать вилкой. Мне, например, нравится, когда в творожной начинке творог не однородный, а с небольшими крупинками. Включаем духовку на 180 градусов по Цельсию. Достаем из холодильника охлажденную крошку. На глаз делим ее на три части. Первую часть аккуратно выкладываем на дно формы. Распределяем равномерным слоем. С боков делаем небольшие бортики. По центру выкладываем творожную начинку и распределяем ее по всей площади. Делайте это аккуратно, чтобы она не тянулась за ложкой. Сверху на творог выкладываем вторую часть теста. Также по краям делаем небольшие бортики. В центр, не доходя 1 см до края, равномерным слоем выкладываем фруктовую начинку. И в завершении покрываем фрукты третьим слоем крошки. По желанию сверху слегка можно присыпать сахаром с корицей. Выпекать 35-40 минут при 180 градусах на среднем уровне в режиме вверх-вниз. Учитывайте особенности своей духовки. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием! С вами была Юля и канал Kitchen Lab.